Атор Куризавр Атор Куризавр, или ящер с темными копьями, является динозавром-стегозавридом, который жил в джунглях острова Черепа. Как и все другие обитатели острова Черепа, Атор Куризавр вымер в начале 20 века, когда остров ушел под воду. Последний своего рода. Небольшая популяция выживших потомков стегозавров на острове Черепа цеплялась за существование в папоротниковых долинах в глубине острова. У него были все признаки стегозавров. Маленькая голова, выгнута вверх спина, задние конечности длиннее передних и клюв на кончике морды. Но также имелись и некоторые особенности вида. Впечатляющая бронированная яркая шкура, высокие спины и пластины, идущие в один ряд на спине, около 8 штук, и в два ряда небольших пластин на верхней стороне шеи, около 9 штук. И смертельные спины и хвостовые шипы, растущие от бедер до конца хвоста, образуя колючую защиту из огромного количества шипов разной длины. Остальная часть спины была защищена крупными чешуйками, образующими защиту примерно как у анкилозавра. Аторкуризавр был непростой закуской для хищников, но конкуренция с более успешными травоядными на острове стала причиной сокращения их численности. У аторкуризавра был медленный метаболизм, требовавший жевать траву целый день. Сверхспециализация стала проклятием вида. Аторкуризавр питался только некоторыми видами папоротников и саговников, количество которых было небольшим из-за конкуренции с другими растениями. У аторкуризавров существовало необходимость тратить время на охоту за этим редким деликатесом, только для того, чтобы делиться им с другими сородичами. Они были машинами для поедания растений, и это почти наверняка привело бы в конечном счете к исчезновению этих замечательных, закованных металл-динозавров, но не смогли продержаться до исчезновения острова. Небольшие стада, около десятка самок с молодняком во главе с матриархом, за которыми по пятам следовали баки, которые всегда были неподалеку. Во время сезона размножения баки по очереди приближались к стаду и устраивая представление в надежде получить одобрение матриарха и ее последователей. Если самец будет принят, ему временно разрешат присоединиться к стаду, получив доступ к коровам, в течение нескольких дней. После рождения детеныша все самки стада воспитывают их вместе, тем самым увеличивая шанс на их выживание и выживание всего вида. Аторкуризавр являлся шумным животным. Он умел производить широкий спектр звуков, от визга и потоптывания до глубоких горхотаний желудка. Конкретные звуки имели разные значения. Небольшой ропот ног, издаваемый во время еды, казалось, служил как сигнал «все хорошо» для других членов разрозненного стада, пока те пасутся. Просьба писками молодежи стимулировала родителей отрыгивать проглоченную еду, в то время как аналогичный звук, производимый на низких частотах взрослыми животными, служил для выражения подчинения перед матриархом. Несколько движений чешуйками кожи, каждые для конкретной угрозы, предупреждали группы об опасности. Взрослые реагировали быстро, чтобы защитить своих детенышей. В длину от аркуризавры достигали от 5 до 7 метров. В росте они достигали 1,75 м на уровне плеч и 3 м на уровне бедер. Весили при этом от 2 до 3 тонн. И обитали в долинах, лугах и подлесках острова Черепа. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова